Привет, ребяточки! Меня зовут Кривошиня Елена, где нужны некие обычные келени. Я нахожусь в городе Хвалынске. На эти первый раз я в него попалась совершенно случайно. И городок, конечно, очаровательный. Ну, он может быть и сам очаровательный, да? То есть, как сказали, что в Хвалынске ничего за сто лет не изменилось. Вот старинное здание. Но этот еще каменный, это, кстати, как бы типа самая дорогая гостиница города, да? А большинство зданий, конечно, деревянных находится здесь. Но меня-то больше даже не деревянные домики очаровывают достаточно много наших регионов провинциальных с деревянными домиками. Мне-то больше нравится. Море! Море, ребята, кружное! Ну, на самом деле, это не море. Я полагала, что это водохранилище, но, возможно, это даже просто река Волга. Это мои девчонки тут стоят. Местные тут готовятся. Ну, вот оно, ребята, это море. Вы посмотрите прямо с волной, с камешками. Все, что надо в этом Хвалынске. И мне сделано хорошее. Наверное, лично было. Смотрите, как все красиво, ухожено, аккуратненько. Мы погуляться сейчас, видимо, пойдем. Девчонки стоят. И там тоже, видите, какая хорошая дорожка проделана. Еще что-то для туристов понаписано даже. Читая. Читая. Хлыновск. Что такое Хлыновск? Так, подождите, я посмотрю. Ага. Так, вниз по Волге, в широкие стороны. О, какая-то тут, знаете, Хвалынская. А, Хвалынская тропа. Читая Хлыновск. Ну, это я не могу сказать, что такое. Только что сама обнаружила. Как-то так. А еще, знаете, Хвалынск – это родина Петрова Водкина, который нарисовал того самого коня. Купание красного коня, да? Вот. Но все-таки, все-таки, море – это самое красивое, что здесь есть. Ну, или не море, а водохранилище. Давайте еще раз глянем. Ну что, я на море. Я на море в Хвалынске.